Я Макс. Все очень просто. Еда light. В одном блюде не больше 500 килокалорий. То, что нужно для активной жизни. Еда, которая делает нашу жизнь легкой. Треска. Очень хорошая белая вкусная рыба. Очень полезная и очень быстро готовится. Приготовлю вкусные котлеты из белой рыбы. Самое главное полезные. Надену перчатки для того, чтобы работать с рыбой. Все-таки чтобы это было гигиеничней и на руках не оставался запах сырой рыбы. Поэтому буду разделывать рыбу на филе именно в перчатках. Отделю спинку таким вот движением вдоль позвоночника. Вот так вот буду проводить кончиком ножа. Будут чувствоваться реберные кости. И когда это почувствую, я сделаю надрез вдоль костей и отделю сочное филе. Вот таким образом. Срежу еще немножечко с нижней части рыбы. То же самое вдоль позвоночника. Постараюсь взять по максимуму. Так. И еще немного вот отсюда. Все. Остальную часть можно использовать на бульон. можно просто заморозить это до следующего приготовления. Ну вот я буду использовать чистое филе. Разрежу его на полоски. И потом мелко нарублю. Ну представим, что это фарш. Ну не представим, это будет фарш. Можно пропустить его через мясорубку. Ну я предпочитаю рубленые котлеты. Во-первых, потому что не надо доставать мясорубку, ее собирать и так далее. Ну и во-вторых, что кусочки получатся сочные. Да. То есть котлеты получатся более сочные. Будут ощущаться вот эта текстура именно рыбы. Да. Будет ощущаться это мясо. Замечательно. У нас получился такой вот рубленый фарш. Как тартар. Ну вот таким образом я нарубил все рыбное филе. Так. Ну и дальше мне нужна емкость, где я буду смешивать рыбу с остальными ингредиентами. В такой вот мисочке я буду это делать. Все. Отправляю это все в миску. Так. Ну все. Перчатки можно снять. Переверну доску. Сполосну нож. Вкусно. Красиво. Легко. Дальше я буду доводить этот рубленый фарш именно уже до состояния фарша. Превращать это в котлетную массу. Для этого мне понадобится манная крупа. Я возьму примерно пол столовой ложки. Мне понадобится обычная пшеничная мука. Тоже где-то половина столовой ложки. Так. И мне понадобится куриное яйцо. Я возьму отсюда только белок. Потому что лишний жир мне не нужен. Да и много яйца тоже не нужно. Потому что фарш будет слишком жидкий. Так. Отделяю белок от желтка. В одну сторону желток, в другую белок. Вот чуть-чуть желтка все-таки попало. Я его удалю. Он смешается. Перемешаю его в однородную массу. Добавлю соль. Сразу, чтобы она растворилась в яичном белке. И заправлю этой субстанцией уже почти готовый фарш. Ну вот так вот размешали до однородной консистенции. Белок. И добавляем его к рыбе. Дальше нужно добавить ароматическую составляющую. Это укроп свежий. Свежая петрушка. И черный молотый перец. Свежий молотый. Это очень важно. Потому что если перец уже предварительно на молот, он очень быстро выветривается. Это происходит буквально в течение пару часов. Стебли от петрушки мне не нужны. И стебли от укропа, соответственно, я тоже удалю. Возьму только верхние сочные соцветия. Здесь еще немножко осталось. Укропа должно быть больше, чем петрушки. Потому что укроп лучше сочетается с рыбой. И все-таки у трески есть такой небольшой специфический запах. Даже у свежей. А если она немножко полежит, то этот запах еще и усилится. Так что старайтесь выбрать наиболее свежую треску. Лучше охлажденную. Ну, у нас хорошая свежая треска, поэтому я добавляю в нее укроп. И он подчеркнет хорошие запахи и замаскирует вот эти рыбные недостатки. Так, мелко нарублю. Тут надо помельче, чтобы укроп выпустил эфирные масла. Замечательно. И всю, всю ее отправлю туда, к фаршу. Все, замечательно. Мы есть то, что мы едим. Включу духовку на 200 градусов. Это понадобится мне для следующего моего действия. Я буду запекать болгарские перцы. И налью горячей воды в кастрюлю. Вот у меня есть горячая вода из чайника. Я налью ее туда. Примерно треть кастрюли. И возьму обычное сито. Ну, вот такое. Желательно, чтобы оно подходило по размеру кастрюли. Можно чуть меньше, но не больше. Чтобы крышка плотно закрывала на эту кастрюлю, чтобы пар не выходил и все так готовилось на пару. Пожалуйста. Вот такая вот пароварка получается. Замечательная. Так, ну и что? Замешаю фарш ложкой, чтобы не испачкать руки. Фарш схватится, клейковина начнет работать, манная крупа начнет разбухать. Ну и все. Нужно дождаться, пока закипит вода и отправить туда котлеты. Пока подготовлю перцы для запекания. Вот так вот я отрежу верхнюю часть и нижнюю часть. Сделаю из них такое вот филе. Вот так. И оставлю. Прямо так и оставлю. То же самое со вторым перцем. Разрежу. И оставлю в таком виде. Легкая еда. Никакого вреда. Подготовлю противень для духовки с решеткой гриль. Таким образом я подготовлю. Я думаю, что я возьму еще небольшое количество чеснока. Так. Очищу его. И возьму еще одну емкость. Помещу туда перец. Раздавлю чеснок. Положу его туда к перцам. Слегка сбрызну оливковым маслом. Солю и поперчу. Надо его немножечко в этом маринаде перемешать, чтобы соки перемешались. Вот таким образом. И все. И выложить на решетку. Масло стечет. Ничего страшного. Чесночок я положу сверху, чтобы он дал аромат. Ну и все. И отправляю в духовку. Я хочу добиться того, чтобы перец приобрел такой темный цвет сверху. Это значит, что мне будет легко потом снять с него кожицу. Потому что я хочу оставить только филе печеного перца. Легкая еда. Никакого вреда. Так. Ну что. Можно приступать. Пошел пар. Можно делать котлеты. Мне понадобится еще одна емкость. Я налью в нее холодную воду. Вот так. Возьму еще одну столовую ложку. И обе ложки нужно смочить в холодной воде. Все. Можно пойти к кастрюле, к пароварке. Таким образом я буду брать фарш на одну ложку. И второй ложкой помогать формировать такие вот кнельки. Все. Вот мы не испачкаем руки. И у нас получатся красивые котлеты. Такие котлетки. Раз, два. Ну и я думаю, что сделаю три. Трыбка прилипает. Чуть смочу водой. Третья котлетка. Все. Усиливаем нагрев и закрываем крышкой. Ну что. Осталось только лишь сделать легкое дополнение. Возьму емкость. Туда помещу небольшое количество сыра фета. Так. Я его разомну. Туда же оливковое масло. Небольшое количество. Так. Черный перец. Небольшое количество. Ну и я думаю, что еще немного чесночка сюда не помешает. Где-то половину зубчика я буду использовать. Очищу его. Полностью от кожуры. Таким образом чеснок я очистил. Все. Ну так вот. Половину зубчика чеснока я буду использовать. Мелко нарублю просто. Ничего сложного. Очень простой рецепт. Очень быстрый. Все. Нарезали. И отправляем туда, к сыру. Ну и все. Пора достать перцы. Действительно, они готовы. Посмотрите, какой красивый румяный цвет. Запах чеснока появился. Все. Пора перекладывать. Я их сниму на доску. Нужно снять кожицу. Вы знаете, как это сделать с томатом. Есть еще интересный способ, как это сделать, но уже с болгарским перцем. Да, чтобы не погружать его целиком в воду, я смочу салфетку в холодной воде и положу сверху на перцы. Вот так вот. И все. Ее будет очень потом просто счистить. Пускай себе там полежит немного. Я пока проверю котлетки. Да, они уже почти готовы. Все приготовление занимает до десяти минут этой рыбы. Тем более маленьких котлет. Ну вот все. Мы положили эту мокрую тряпочку, мокрое полотенце сверху. И теперь можно снять кожицу. Это очень просто делается. Таким вот образом поскоблим чуть-чуть, да, и кожица сама вот она прекрасно отходит. Я помогу ей немножко рукой в другую сторону. Таким вот образом. Есть. Красная. Так, поддеть можно ее. Главное это сделать именно в тот момент, когда вы достали перец из печи, когда он наиболее горяч. Так, ну и то же самое я сделаю с желтой, с желтым перцем. Тут гораздо все проще. Кстати, из этой кожицы можно сделать чипсы, засушить ее, да, в духовке и потом посыпать готовое блюдо. Будет очень интересно смотреться такие чипсы из паприки. Я возьму просто тот же самый противень и помещу туда эту кожицу, распределю ее и оставлю ее в духовке досушиваться. Ну что, я продолжу. Вот у меня замечательное филе. Я нарежу его просто полосками. Оранжевый, красный, очень сочный. Главное не передержать его. Как только появилась вот эта темная сверху корочка, сразу же снимайте. Отправляю его к сыру и перемешаю. Я хочу, чтобы весь сыр распределился равномерно. И в центр немного рукколы. Вот так. Не буду сразу перемешивать. Перемешаю при подаче, потому что салат замнется и будет некрасиво. Котлетки готовы, можно начинать сервировать блюдо. Еда лайт. Начну сервировать блюдо. Перемешиваю салат. Вот так он слегка заправится сыром. И начинаю выкладывать. Мне нужна еще одна вилка, чтобы это было удобней. И вот так вот двумя вилочками буду переносить салат. Ну и салат выкладываю воздушно, чтобы создавалось такое ощущение легкости. Ну и все, пора выкладывать эти котлетки. Я выключу плиту. И котлетки. Вот они прекрасно сварились. Так. Одна. Вторая. Аромат. Кстати, хороший. Так. И все это я сдобрю небольшим количеством бальзамического уксуса. Такая рукола дружит с бальзамическим уксусом. Ну и он даст такую пикантную нотку и немножечко разукрасит наше блюдо. Пару капель. У меня остались еще чипсы. Они там поджарились. Да. Сжались. О, горячо. Я их так вот скину. Скину на доску. И уже ими я сверху буду украшать. Я возьму еще пару веточек петрушки. Красивых. Так вот выберу помоложе их, покрасивее выберу вот эти стебли. Слишком длинный вот такой букетик. Из алых роз почти. Я положу по центру. Так. И сверху вот так вот немножечко покрошу эти чипсы. В них в принципе нет особого смысла, просто они для красоты и мы не выкидываем лишние продукты. Ну что. В принципе это все. Такое диетическое полезное блюдо получилось. Треска на пару в виде котлеток с интересным салатом для активных людей. Пожалуйста, попробуйте приготовить. Легко. Легко ешь, легко живешь. Субтитры сделал DimaTorzok